Благословен Господь и Бог наш Царь Вселенной Своей. Слово Твое есть истина. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. На этой неделе мы с вами изучаем главу, которая называется «Шмини». Это книга «Воекра» или книга «Левит» с 9 главы 1 стиха по 11 главу всю. И изучая эту главу, я видел некое такое центральное событие, которое происходило в данной главе. Это центральное событие, оно описано в 9 главе, в 23 стихе. «И вошли Моисей и Аарон в Скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу». Центральным событием этой главы было то, что народу явилась слава Бога. И давайте мы воссоздадим в нашем сознании, в нашем воображении то, что происходило в тот период вообще в Израиле, в Божьем народе. Если мы с вами вспомним, а мы изучали это в наших недельных главах, то мы увидим то, что Израиль, он входит в новый какой-то этап взаимоотношений со своим Творцом. Он входит в новые отношения с Богом. И мы видим, что уже устроен и освящен мешкан, мы видим, что даны все повеления относительно жертвоприношений, мы видим, что все священники, Аарон, его сыновья, они прошли посвящение и готовы к служению, готовы вступить в то призвание, в которое Бог их определил. И то, что происходит в нашей главе, начинается наша глава. Восьмой день призвал Маше Аарона и сынов его и старейшин Израилевых. Наша глава так и называется. Шмини, это означает восьмой. И это день, когда Аарон с сыновьями вступают непосредственно в то, к чему Бог их призвал, к священодействию. И вы знаете, но то, что начало происходить дальше, оно очень-очень-очень интересно. Ну, я хочу сказать, что я бы, например, честно, не особенно хотел, чтобы, когда я первый раз вел служение, со мной происходили те события. Ну, давайте мы на них посмотрим. Ребе говорит, Олег, сегодня ты ведешь служение, тебе надо сделать то-то, то-то и то-то. Не переживай, все хорошо, сделай что-то и то-то и то-то, Бог придет, все будет прекрасно. Я в послушании делаю определенные вещи, Бога нету. Я понимаю, что я не чувствую Бога, я не чувствую ярко выраженного присутствия Божьего, о котором мне говорил Ребе и которого я ожидал. Ребе, видя мое замешательство, он берет меня и говорит, пошли, пошли, мы молимся, приходит, Господь является его слава. Но тут, в этот момент, в группе прославления, двое человек падают замертво. Их, ну, к примеру, убило током. Я в растерянности, я не знаю, что делать. Ребе говорит, не переживайте, выносите их в холл. А двое эти, это еще мои ближайшие родственники, не просто братья и сестры, а мои очень-очень близкие родственники. Представляете, такая, на секундочку, ситуация. И в конце всего, после того, как я собрался, служение прошло, в конце всего, Ребе говорит, ты знаешь, ты был неправ. На секундочку, такое начало. Я, конечно, все утрирую, но давайте мы посмотрим, как в действительности все происходило. И если мы посмотрим в начале, то Маше, он действительно дает определенные повеления Аарону в отношении жертвоприношения, как должно происходить. И Аарон, он таки все делает, так, как ему было сказано. И в 22 стихе нашей главы мы можем видеть следующее, что после того, как Аарон все сделал, он поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву загревся, сожжение и жертву мирную. Мы не видим того, что Аарон сделал, и как Маше ему сказал, и слава Господня наполнит место. Вы знаете, только после того, как я уже сказал, что Маше, вот в 23 стихе мы читаем, что Маше взял в шатер, и после этого они вышли, благословили вдвоем народ, и тогда уже явилась слава Богу всему народу. И размышляя о данном отрывке Торы, я пришел к пониманию, что Бога нельзя заключить в рамке. Нету какой-то особенной формулы, что тебе надо сделать вот так, так и так, два притопа, три прискока, и явится Бог. Нет, все, что происходит, служение, вот эта литургия, оно не для Бога, оно для нас. И Бог стоит над служением. И здесь, в данном отрывке, Он Бог, Он показывает, что Он является, Он является Творцом, Он является Господом. Он делает то, как Он считает нужным. И это нельзя заключить в рамке человеческого понимания. Что интересно, мы видим, вот поведение Маше, он как наставник, как служитель, он приходит на помощь своему брату. И мы видим, можем читать, вот комментаторы по этому отрывку говорят, что они вернулись, и они молили Бога о том, чтобы Бог явил свою славу. Потому что Бог, Он обещал, что явит славу свою. Маше четко понимал, что Бог сказал, и оно должно исполниться. И они молят, и Бог тогда является. Бога нельзя заключить в формулу. Бог над всем, и Бог есть Творец всего. И смотрите, интересно, что мы можем видеть дальше. Дальше, вот после того, представьте на секундочку, является великая слава Божия. Народ весь в радости восклетает, падает на свои колени, пред Богом склоняясь. И в этот момент погибают два сына Аарона. Я не буду говорить, почему они погибли. Об этом я комментировал в прошлом году. Мне вот получается, что в прошлом году, я тоже комментировал эту главу, и мне вдвойне интереснее стало. И я хочу сказать, не почему они погибли, а как они погибли. То, что произошло с сыновьями Аарона, с Надавом и Авиудом, это было реальное чудо. Потому что, если мы почитаем, это не было просто смерть, что можно было подумать, что они взяли огонь в свои кадильницы, неправильно повелись, и они сгорели. Нет, это было чудо. Если мы будем читать внимательно нашу главу, то я не буду читать мало времени, хочется много сказать, но в 10 главе описано, как они погибали. И вот в четвертом стихе. И позвал Маше Масаила и Элсофана сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им, пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан. И пошли и вынесли их в хитонах их за стан. Как сказал Маше. Посмотрите, они были сожжены огнем, но их одежда, она была целая. То, что происходило, это не было просто сожжение. Я когда читал этот отрывок, мне сразу вспомнилась история с огнем. Вы помните книгу пророка Даниила, когда в печь попали Седрак, Месарак и Авдинага, и ничего с ними не происходило, огонь не касался их вещей. Так вот здесь то же самое было. Бог поражает их огнем, но их вещи, они не были поражены. Это было чудо действенное, это было чудо. И мы видим реакцию народа, что о народе не говорится, что он отреагировал. Они понимали, присутствие Божие было настолько явлено, настолько явная была слава, что народ, он даже ничего не говорил. А мы знаем, что израильский народ, он не был совсем такой, скажем так, молчаливый. Вы помните историю, когда они стояли у подножия горы Синаи, и они сказали, нет, мы не хотим, иди сам разговаривай, мы боимся. Тут такая происходит ситуация. Первый день служения, жертвоприношения, и тут происходит такой момент. Но народ, он видел, это было чудо. Слава Божия наполняла место Мешкана. Мешкан был наполнен славой Господней. Интересно также, можно обратить в этой главе внимание на реакцию Аарона. Изначально, если мы будем читать, и я как-то вот до этого не вдавался в эти, ну, не сильно я размышлял по этому поводу, но мы читаем, что после того, как это случилось с его сыновьями, написано, что «И сказал Маше Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь». Аарон молчал. Представьте, ну, можно себе представить, что Аарон это был какой-то сверхчеловек, погибают твои два сына, а Аарон просто стоит и молчит. И вы знаете, мне стало интересно, я начал разбираться в этом вопросе, думаю, ну, как же это молчал? Ну, я понимаю, ну, я бы не молчал. В моей голове, во всяком случае, был бы взрыв, и я бы спросил, Боже, почему, за что? Я же служу тебе, я пришел служить тебе, я делаю то, что и ты повелел, и происходит такое горе со мной. Но, если посмотреть внимательно, некоторые переводчики говорят о том, что Аарон умолк, но само слово молчал. Я посмотрел, что оно значит в оригинале, и сейчас я вам прочитаю значение слова молчать. Значение слова молчать, быть недвижимым, стоять, молчать, оплакивать, гибнуть, быть разрушенным или истребленным, погибать. Его состояние, понимаете, он был в шоке. Он не знал, его состояние, он просто был в состоянии такого, на грани помешательства. Его состояние было очень тяжелое. И он стоял и молчал. И интересно, что, что, что после этих событий, когда происходит, Господь приходит, и Он начинает говорить с Аароном. Мы об этом можем читать, что в 8 стихе, «И сказал Господь Аарону». Господь говорил непосредственно Аарону, и я думаю, что это было для него утешением, когда Бог начал говорить непосредственно ему. Я думаю, что Аарон смог пройти то, что ему пришлось пройти, потому что на тот период, слава Господня, она наполняла мешкан. Реальность Божьего присутствия, она наполняла скинию собрание. И давайте мы еще посмотрим, я хочу обратить внимание на 10 главу, 19 стих. То, о чем я говорил, что в конце Маше он говорит Аарону, что, дорогой, почему ты не сделал так, как я тебе повелел, почему вы не ели то, что вам предназначено было есть. И что происходило вообще? Не буду читать весь отрывок, но ответ Аарона был следующим. Он сказал, что «Вот сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Господом, и это случилось со мною. Если я сегодня съем жертву за грех, то будет ли это угодно Господу?» И услышал Маше и одобрил. Интересно то, что происходило, что символизировало то, почему священник должен был съедать жертву. Потому что съедая мясо жертвы, священники, они несли очищение грехов всего народа, оточисляя себя с народом израильским. Но мы видим, что прежде чем они должны были съесть эту жертву, мы видим, что они приносили жертву за себя, жертву грехоочистительную, там у них была жертва всесожжения, они приносили за себя, потому что они были несовершенными, нуждающиеся в прощении, в очищении, как все люди. И состояние Аарона на тот период, почему он так поступил? Потому что он понимал, что в его сердце есть скорбь. В любом случае, он не был каким-то суперменом, бесчувственным человеком, погибли его два сына. И в его сердце была скорбь, и он не мог в этом состоянии этого сделать. И когда он сказал об этом Аарону, то Маше одобрил его действия. И что мы можем видеть? Вообще, глава, что мы для себя можем понять, что мы для себя можем увидеть, то, о чем мы говорим? Ну, как бы интересные события, все, но что нам можно принять для себя и использовать в нашей повседневной жизни? Во-первых, мы можем видеть то, какими должны быть отношения. Вначале я, когда читал эту главу, и вообще я хотел говорить об отношениях. Первое, что мне понравилось, тут показаны отношения людей. Тут показаны отношения Маше, Аарона, обратные отношения Аарона к Маше. Мы видим отношения даже детей, погибших к своему отцу, потому что все не просто так происходило. И если мы посмотрим, то изначально мы видим Маше, он действительно был наставник, он действительно был лидер, потому что в первой ситуации, о которой я говорил, мы видим, что он пришел к Аарону и своим личным примером он взял и говорит, дорогой, я думаю, что у них был диалог. Они говорили, и он сказал ему о том, что давай, мы будем вопрошать Бога и Бог ответить, потому что он сказал, что будет явлена его слава. Это мое понимание сугубо личное, но я думаю, что оно так было. Мы видим Маше в ситуации, когда он его принимает, то, что сделал Аарон, он наставник, но он наставник, готовый услышать то, что ему говорят. Если это правильно, он готов принять. Он не диктатор, не сказал ему, я тебе сказал делать так, значит, надо было делать так. Нет, он лидер, но у него есть самое важное качество лидера. Он был готовый слушать других людей. Мы видим отношение Аарона к Маше. Аарон был послушен своему наставнику, но в то же самое время у него не было боязни делать то и говорить о том, что он видит и понимает. Он говорил, но он был готов послушаться тому, что говорил его наставник. Мы видим ситуацию, вот погибели детей. Если немножко коснуться того, почему они погибли, есть несколько мнений. Одни говорят, что они были на веселе, подпили, поэтому дано было повеление в отношении вина. Некоторые говорят о том, что они на эмоциональном порыве это сделали. Но что мы можем видеть? Во всем этом они не спросили у своего отца. Они не спросили у своих духовных лидеров, которыми являлись Аарон, Маше, мы хотим сделать. Они делали это по своей воле. И это были неправильные отношения. И вы знаете, ну, очень интересно, тут об этих взаимоотношениях можно говорить и глубже, но нехватка времени. Я хочу закончить вот вторую мыслью. Самое главное, то, что происходило в этом моменте, это, как я начал, с чего я начал, самое главное, что была явлена слава Божия. И то, почему могли эти ситуации были быть пройдены, это потому, что была реальность Божьего присутствия в Скинии Собрании. И вы знаете, в наше время Его слава, она среди нас. Его слава, она среди нас. Его слава в совершенной жертве Ишуа Хамашиеха, который, посредством которой мы можем входить во святое святых и иметь эти близкие отношения с Богом. Вы знаете, мы приходим в собрания, у нас у каждого есть свои проблемы, у нас у каждого есть свои переживания, но мы приходим, мы можем закрыть свои глаза, не закрыть, мы можем своим сердцем вызвать к Богу, и мы понимаем, что реально Его присутствие на этом месте. Мы можем посмотреть друг на друга и увидеть в каждом Его славу, потому что, посмотрите, смотря друг на друга, мы видим, какие великие чудеса Бог совершил, какие исцеления, какие освобожения, какие Бог созидает всем и восстанавливает, Бог творит чудеса, жизнь каждого из нас это чудо, реально, это Его слава, каждый из нас это слава Господня, и вы знаете, друзья, что я ободряю вас смотреть не на то, что окружает нас, в собрании будет окружать нас многие вещи, но смотреть надо не на это, приходя сюда, надо понимать, что слава Богу на этом месте, и действительно, великая слава Божья на этом месте, аминь. Дорогие одесситы и гости нашего города, мы приглашаем вас на четвертую межкофессиональную международную молитву против антисемитизма и нацизма 30 марта 17.00 по адресу Решелевская, 9А, первый этаж. Пожалуйста, будьте с нами в молитве, и мы нуждаемся в вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова